Привет, Ростов! Всю неделю мы наблюдали за жизнью большого города в соцсетях, и вот я, Юлия Карасюк, готова рассказать вам самые обсуждаемые и интересные новости, которые обрадовали, разозлили и заставили спорить ростовчан. Ну, начнем по порядку. Самое обсуждаемое событие недели – ростовские ливни. Такое чувство, что природа решила как можно сильнее позлить и разорить автомобилистов. На улице Тарновского-Терлецкого большая лужа скрывала открытый люк, и первой жертвой стала девушка за рулем. Засады она, конечно, не заметила. Подводные ловушки по-ростовски пишут в комментариях. Жертвами майского дождя стали и пешеходы. Как обычно, ливневки не справились с напором воды, и пришлось людям плыть по улицам в центре города. Живу на Даломановском уже три года, каждый раз всегда так. И никто не шевелится, негодует автор видео. Действительно, пройти не промочив ног – то еще испытание. Судя по комментариям, этот квест большинство пешеходов провалили. Интересно, а что там с улицей извилистой? Их же постоянно топит. Почему молчат? Беспокоятся ростовчане. Наверное, уже все утонули. Добродушно шутят им в ответ. Напора осадков не выдержал асфальт на мосту через Тимирник около ЖД вокзала и обвалился. Природа берет свое, пишут под фото. Но не думаю, что в этом случае виноваты природные силы. Еще один провал в дороге на прогрессивной улице. Город сам стал открывать ливневки. Шутит автор кадра. Если не хочешь мочить ноги в ростовских лужах, поступай как этот парень. Ростовчанин провел мастер-класс правильной ходьбы в затопленном городе. Он перешел дорогу на руках. И ноги остались целы, то есть не намокли. И физнагрузка, полезная для здоровья. Эх, не подумал, что в лужах может быть стекло. Обсуждают трюк горожане и советуют парню в следующий раз надевать строительные перчатки. А еще задаются вопросом, что же делать, если идешь с пакетами из магазина? Его же в ногах не удержишь, но ответа пока так и не нашлось. Что для человека препятствие, то для кабана раздолье. Глубокая лужа, из-за которой трудно заехать на Нижнегниловское кладбище, стала любимым местом этого дикого вепря. По словам очевидцев, ему ну очень нравится здесь купаться. Да он там уже прописан, живет на этой территории круглый год, пишет в комментариях и прикладывает фотодоказательства. Вот зачем вы всем рассказали об этом? Теперь найдутся охотники до кабанов, волнуются за судьбу животного сердобольные. А следующая новость тоже связана с водой, но только водопроводной. На седовое из-под асфальта забил самый настоящий гейзер, но этот источник не уникальное природное явление, а обычный порыв теплосетей, но мощный и горячий. Официальная причина – дефект на подающем трубопроводе. И, конечно, такое событие пользователи сети не могли обойти стороной, как и мы. Первыми под напор коммунальной стихии попали квартиры цокольного этажа. Соседям из второго подъезда повезло еще меньше. Этими кадрами поделились пострадавшие. Видно, что окно недолго сдерживало прилив и за час фонтанирования залило и кухню, и спальню. Из-за случившегося на Седово образовалась пробка. Две аварийные бригады теплосетей перекрывали воду и временно засыпали размытую дорогу. Без горячего водоснабжения остались 10 домов, но на следующий день все было восстановлено. К другим новостям. Давно я что-то не вспоминала про меры безопасности коронавирусного времени. Исправляюсь. Вот такая встреча в ростовской маршрутке, пишет автор. Даме маски показалось недостаточно, и она заглянцевала в защиту от коронавируса еще и пакетом, надетым на всю голову. Это приспособление для тех, кому все время дует. Нашли дополнительное применение пакету комментаторы и удивились, а что же без перчаток при так надежном закрытом лице. Не знаю, как женщина дышала в подобном пластиковом скафандре, но надеюсь, что она успешно доехала до своей остановки. Еще и странного. Вот так оставляешь машину и не знаешь, какой ее найдешь. Неизвестный обстрелял окно автомобиля Ростовчанки. Инцидент произошел на улице Текучева. Женщина припарковала свое авто напротив здания Академии педагогики и психологии, а спустя время кто-то выстрелил в окно, предположительно из воздушного типа ружья. Выстрел разбил стекло водительской двери. Хорошо, что в салоне никого не было. Сейчас разбирательством инцидента занимается полиция. Этот случай касается общей безопасности человека. Расстреляют по машинам средь бела дня, комментирует сама пострадавшая. Человек, который это сделал, явно был в неадекватном состоянии, пишут под постом ростовчане. Хотя нашлись и те, кто писал гадости. Мол, женщина сама виновата и лучше ей вообще по городу не ездить. А вот еще из необдуманных поступков. На этой детской площадке детей явно не ждут. Хотя, может быть, это просто Халк зашел в гости во двор Нажмайлова. Детские качели скрутили в баранку, куда так, что обратно их точно не разогнуть. Кем надо быть, чтобы такое сделать? Возмущается автор. Ну, явно очень сильным человеком. А есть еще такой вариант. Мужчиной которого достали. У меня трое детей, а желание скрутить такие качели во дворе каждый вечер. Например, у нас маленькие дети на качелях кататься не могут. Они вечно заняты взрослыми, жалуются ростовчане. А другие шутят. Да это сами дети сделали. Просто солнышко крутили и скрутили. Но кажется, что ростовские дети вредить не могут, а только помогают. Постом доброты поделился ростовчанин. Возле 117-й школы на Западном он увидел удивительную картину. Дети на вид от 7 до 12 лет чистили ручеек от мусора лопатой и руками прямо в воде по колено. Взрослых рядом не было, пишет автор. И добавляет, хочу выразить благодарность этим ребятам. Не все потеряно, не все школьники пьют энергетики за гаражами. Есть и такие. А что удивительного? Хочешь сделать хорошо? Сделай сам, пишет под видео ростовчане. И уверяют, что не раз видели, как дети чистили этот водоем, а потом приходили взрослые и моментально его засоряли. Минутка животных новостей. Уже поселились в ростовском зоопарке. И не в клетках. Они висят на деревьях и заборах вдоль озера с фламинго. Видимо, греются на солнышке. Нигде нет таблички с информацией, а ведь кто-то может испугаться, увидев змею, пишет автор поста. На соленом озере их полно, плавают среди людей и тоже нет никаких тапличек. А это уже комментарии. Аккуратно, это анаконды пугают слишком впечатлительных остряки. Но теперь все предупреждены, так что не удивляйтесь при походе в зоопарк неожиданным гостям. Срочное объявление. На трассе М4 Дон кто-то потерял две лошадиные силы из-под капота. Кони побежали на перегонки с машинами и в какой-то момент не давали себя обогнать. А может давали, но не знали, что прижиматься надо вправо, а не влево. Большой вопрос, конечно, откуда они сбежали. Хозяин-то у лошадок явно есть. Захотели почувствовать свободу, решили ростовчане под постом. Мурчащий консультант помогает подобрать инструменты в строительном магазине и готов рассказать о выборе коробок нужного размера. Ведь толк в них явно знает. Хороший консультант что-нибудь да намяукает. Всегда беру при походе туда с собой вкусняшку для кошечки, пишут ростовчане. Так что предприниматели, берите идею на вооружение. Один код сотрудник, много счастливых покупателей. Жители Суворовского ликуют, у них в озере забил разноцветный фонтан. Очень мудро. Теперь есть чем завлекать новых жителей в микрорайон. Сразу раскусили коварный план застройщика, бывалые ростовчане. Ну все, ко второму августа готовы. Намекают на возможность купания в фонтанах суворовчане. И напоследок. Пока одни ростовчане мокнут под дождем, другие передают им привет из теплых стран и вызывают поток зависти. На песке египетского пляжа появилась надпись «Ростов». Эх вы, Россиюшки, вам мало землицы русской. Где родились, там и пригодились. Завистью пишут те, кто пока не может куда-то поехать. Ну не расстраивайтесь вы так. На выходных снова обещают жару в Ростове и будем ощущать себя практически как в Египте. А у меня на этом все. Не прощаюсь, увидимся совсем скоро.